дорогие друзья буквально в конце года мы сильно почувствовали что вам интересна тема трудоустройства в нашем городе и в нашей области в 2022 году мы выпустили целых три видео по трудоустройству которые набрали очень много просмотров и это по сути были такие маленькие мини исследования в этих видео мы пытались понять где больше всего можно заработать в нашем регионе на компании газ агроэксперт мы поняли что все-таки агросфера это та самая сфера где больше всего можно заработать тут вам и премии и бонусы и квартиры и машины и даже заграничный отдых но в агросфере много компаний они все сосредоточены в нашем регионе и конкретно в городе как шитал поэтому сегодня мы будем выяснять сколько же зарабатывают в аграрке в этом видео мы побываем в офисах и на производстве активных и крупных агрокомпаний и зададим им несколько базовых вопросов какие условия труда если бонусная система и какая какие привилегии и мотивации для сотрудников какие проблемы в наборе кадров и средняя зарплата сразу вам скажу что в это видео попали не все компании потому что компании на самом деле много а хронометраж видео у нас к сожалению ограничен и всех мы уместить в коротком видео не можем однако к нашему удивлению были такие компании которые отказались отвечать на вопросы это компания бхк агро и агротрак все эти компании базируются у нас как шитал в случае с компанией агротрак мы очень долго искали контакты представителей наконец-то мы нашли контакт руководителя и когда ему позвонили он сказал что свяжется с нами обязательно позже ну как итог никто с нами не связался хотя я лично сотрудникам объяснял для чего мы это делаем видео ну вот такое вот у людей отношение к средствам массовой информации а бхк агро после нескольких дней футбола и каких-то там рассмотрений нашего вопроса нам написали сообщение и сказали что руководитель запретил мне ответили что якобы у них собственник иностранец и он запретил отвечать или как-то комментировать их деятельность то есть приезжать к нам страну продавать технику зарабатывать на наших аграриев деньги разрешено а комментировать нашим средством массовой информации получается нельзя вот какие-то вот такие вот западные стандарты когда все это очень странно учитывая что руководство данной компании уже давала нам интервью и нам показалось что довольно таки все было прилично и адекватно я не знаю что с ними произошло вообще судя по общению с этим двумя компаниями у меня склалось ощущение что присутствует у них какой легкий элемент бардака ну это судя по переговорному процессу непонятно кто за чего отвечает и то что по крайней мере они со сми разговаривать не умеют это сто процентов на себе испытали естественно мы оставим за бортом вообще какие-либо комментарии по поводу трудоустройства в эти компании потому что мы там не были не спрашивали никого и никто нам не смог ответить на эти вопросы оставим это все без комментариев а еще дорогие друзья прежде чем начать подпишитесь на наш канал нажмите лайк колокольчик чтобы не пропустить следующее видео это здорово мотивирует нас сделать больше видео о нашем городе о нашей области нашей стране в целом и еще это здорово мотивирует нас делать вот такие вот интересные исследования аслан первый вопрос на какие вообще условия труда вашей компании условия труда пятидневный рабочий день но есть сезоне у нас как гарантий гарантийная техника сезон можно сказать ненормированный ненормированный как если при скажем при поломке техники у нас сроки устранения поэтому бывают и выходные выезжаем люди люди доплачивают люди доплачивают доплачивают ну условия труда принципе у нас соцпакет все принципе все есть обеспечены обеспечены вот еще один вопрос а вот допустим средняя заработная плата как средняя заработная плата сколько у нас сейчас фатмольской области наверно чуть выше цифры не можете не можем сказать это секрет как компания все понятно вопросов нет привилегии и мотивации для работников какие-то в компании есть мотивации у нас кроме соцпакетов у нас идет мест страхования сотрудников это по желанию могут брать мест страхования могут например брать стоматологию лечение есть оплачивают фитнес при желании это убирает сами сотрудники какие плюс вайт конец сезона премии это само собой остальное пакет полностью есть сколько должны пакет ясно еще у менеджеров есть да у них там бонусная часть как она от продажи у них у них своя система другая а процент какой ну это я не знаю честно скажу у меня больше сервис по менеджерам не скажу но у них есть на у нас у нас сервис в основном больше карантина обслуживания которые выходят это вектора окрасы трактора бюлера который руссельмарская техника плюс есть еще до продукта это клевер ильяне а зоны жадкий отчет случая это мы обслуживаем это идет обслуживание гарантийное обслуживание постгарантийные сейчас наверное видели которые контрактора это постгарантийный коммерческий ремонт идет полностью при желании клиента делаем от начиная разборки до покраски как до нового техники могут сделать еще такой момент какие есть проблемы при подборке кадров больше наверно сейчас скорее всего больше молодежь не хочет на такую работу наверно большая проблема это зарплату вас выше сейчас молодежь такая же как больше как как вы наверно блогера быстрее заработать чем работать руками сюда а так в принципе которые умелые ну с таким чтоб напряг сотрудниками такого не было вроде бы у нас в том году вот подбор был когда расширение штата для он два года назад у каста открылся этот качтавский детский центр в том году раши расширялись ну таким подбором кадров не было от hunter закинули разместили весь объявление принципе набрали за если не ошибаюсь за месяц по-моему набрали олег геннадь самый главный вопрос который мы всем задаем какие проблемы возникают когда вот вы нанимаете работников на работу именно вашу организацию ну вы знаете проблемы с наемом персонала по большому счету по потоку мы не испытываем то есть на сегодняшний день наша компания люди идут с охоткой единственно предъявленные резюме не всегда соответствует факту то есть есть ряд сотрудников которые приходят прописывают обучение прописывать диплом и так далее бывают такие сотрудники однако но качество и компетенции бывает раз поэтому мы исходим из того что в любом случае делаем проводим собеседование анализируем человека смотрим что он умеет где-то его запускаем в цех начинаем смотреть если у него какие-то инженерные познания что он умеет как он умеет может быть даже где-то берем его на испытательный срок а после того как появляется мнение появляется мнение об этом человеке мы принимаем решение нужен нам он или нет значит соответственно если мы готовы его обучать мы сразу говорим что работать у нас на долгосрочной перспективе заключаем контракт и формате наставничество он получает сотрудников те которые ребята понимают знают работали на тех или иных участках и они его медленно и верно доводят по факту стопроцентной готовности персонала ну я например не встречал всегда людей надо будет доучивать всегда надо оптимизировать вот наше производство это нормально и что вы продаете гражданские авто и сельскохозяйственную технику наше направление деятельность нашей компании это разнообразные направления в том числе сельскохозяйственная тематика компания казахстанская агроинновационная корпорация она занимается участник сельхозмашиностроения мы занимаемся сборкой комбайнов тракторов изготовлением части деталей почвообработающей математики прицепной тематике тракторной навесная почвообрабатывающая в итоге помимо всего прочего мы входим в группу компании holding virage соответственно у нас есть ряд проектов таких как коммерческая техника легковая техника это все в нашем дилерском центре мы все этим занимаемся для ваших сотрудников есть какие-то и привилегии либо мотивационная часть опять же нужно разделять сотрудников то есть у нас есть торговый отдел торговый отдел шоурума они привязаны естественно к реализации в штуках у них есть задача реализовывать технику у них есть задача заниматься реализацией доп оборудования они выполняют план и так далее как кратно этого их бонусирует на ежемесячной основе то есть бонусы есть обязательно обязательно все что связано с торговлей это в обязательном порядке есть должна быть мотивация это мы предоставляем по производству мы немножко по-другому делаем то есть у нас большой дружный коллектив у нас на производстве трудится порядком двести семьдесят семь человек и данные сотрудники у них есть план у них есть задачи у них есть выручка предприятия соответственно мы каждый у нас сезонный бизнес первый сезон это весенние полевые работы это значит реализация тракторов по итогам данного сезона мы как правило выплачиваем стопроцентную заработную плату сотрудников следующий этап след всплеск реализации это зерноуборочная компания это компании это адаптеры для перевозки жаток это жатки платформы подборочные так далее так далее плюс еще прицепы для перевозки зерна кратно этому соответственно опять же мы подводим итоги смотрим как прошел сезон и после этого делаем премию как правило то есть если мы успешно прошли сезон это еще раз стопроцентная заработная плата и итоги года то есть по итогам года мы смотрим уже мы понимаем что с налогами мы понимаем что с выручкой мы понимаем как мы поработали мы анализируем план выполнение данного плана приросли мы не приросли если показатели хорошие соответственно мы делаем третью выплату заработной платы но в итоге наши сотрудники получают 15 заработных плат многие не говорят открыто какая заработная плата средняя вы тоже можете не говорить им понимаем это может быть какие-то корпоративные вещи но можете сказать она выше средней по казахстану или ниже но по казахстану она выше средней по нашей отрасли машиностроения она немножко немножко ниже в целом диапазону 280 тысяч тенге до 300 тысяч это в зависимости естественно это разные специалисты естественно это как бы достаточно усреден сельхозки есть основная проблематика это сезонность у фермера денег много только осенью зимой он готовится к весенне полевым работам все деньги уходят туда потом уборка пока он не уберется пока он не реализует зерна денег больше не будет естественно это достаточно сложно у нас же немножко другое мы все-таки стараемся предоставлять формат 3s то есть и сервисы запасные части и реализация и сезонности то есть даже ту технику которую мы производим она не привязана к сезонности то есть у нас есть техника допустим весенние полевые работы это трактора там почвообработка сейлки так далее лето это там жадки и так далее зимой мы там коммунальную технику то есть у нас спадов резких нету это нас и выручает то есть в тот момент когда мы строили концепцию предприятия наша была задача чтобы завод работал бесперебойно и в январе и марте и ноябре вот эту задачу да эту задачу мы решали и на сегодняшний день ну хочется сказать что у нас достаточно усредненные показатели и резких там всплесков там в три в четыре раза чтобы по месяцам была реализация у нас нет более-менее стабиль кажется ли вам что существует такая нехватка отдельного специального учебного заведения который бы готовил кадры именно для вот такой отрасли я и говорю не только про допустим менеджеров по продаже я говорю еще про сервисных инженеров менеджеров по продаже не сложно научить это не проблема а вот инженерии это самое на сегодняшний день ахилесова пята да это главная задача которую мы берем на себя в том числе то есть менеджер эта работа это в любом случае человек приходит к нам нам не важно что он умеет мы его садим садим начинаем обучать и он медленно и верно растет да а по инженерии да здесь идет достаточно серьезный провал 30 лет у нас были моменты ну и наверное не так сильно обращали внимание на науку однако на сегодняшний день у нас есть ряд совместных проектов на дуальной основе мы работаем с техником нам приезжают дети да мы детишек садим приводим на станки берем их руки кладем их на станок и говорим вот потрогайте вот вот пожалуйста у них есть свое оборудование мы формате кооперации иногда отрабатываем даем тех задания выдаем и материал они на нашем материале там тренируются что-то пытается делать но однако большого притока именно молодежи мы пока не наблюдаем почему потому что ну дети они пока мир не посмотрят пока они не 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 потрогает завод это завод это не простая это не всегда чисто это монотонная работа достаточно серьезная работа и к ней надо прийти к нам основной ценз у нас где-то ближе 20 там 7 может быть 30 35 лет вот иногда он есть у нас ребята немножко постарше есть пару пенсионеров мы никоим образом их не не они нам интересны они несут компетенцию передают эту компетенцию поэтому на сегодняшний день у нас есть ряд опорных инженеров ряд опорных технологов эти те люди которые передают комп компетенцию у нас есть состав состав разбит на бригады на ячейки есть ответственные есть бригадиры есть мастера мастера обучаются передают компетенцию наши сотрудники ездят на заводы лицензиары тут вопрос основной основной становится таким моментом мы растим людей поднимаем компетенцию а их начинают хантить другие направления вот здесь с этим мы сталкивались это тоже достаточно серьезный другой вопрос это больная тема но больно это больная тема то есть были прецеденты то есть у нас здесь своя развозка наши сотрудники приезжают автобусах приезжает вплоть до того что автобус открывается люди приходят раздают листовки приглашают на другую работу мы конечно с этим боремся нам это не очень комфортно мы заключаем договора людей мы обучаем берем опять же люди берут в том числе ответственность мы же финансируем командировочные обучение дипломы и так далее плюс мы это еще повышаем квалификацию приглашаем сюда специалист но пока проблема есть проблема серьезно абусагид вопрос связанные с трудоустройством в первую очередь ваша компания работает на сельхоз рынке уже до достаточно давно главный вопрос нашего выпуска это есть ли проблемы вообще у вас подбором кадров проблема безусловно присутствовала я руководитель одного из отделов продаж в данный момент конечно по набору сотрудников уже конечно там не закрыт но планируется расширение и при создании данного дела был определенные нюансы с набором как раз таки сотрудников это подготовленность многие еще не понимают что нужно делать как нужно к этому относиться какие перспективы ждут данной сфере ну вот принципе основные такие нюансы если такие люди которые приходят сразу готовы с вуза или с колледжа да и можно их спокойно уже пускать в рабочий процесс или все-таки приходится как-то переобучать не не таких людей подготовленных в принципе нет даже после университетов колледжей я уже не первый год в данной сфере ни разу не было такого чтобы пришел человек сто процентов подготовленный потому что наша сфера состоит не только из знаний с техники это знание маркетинга менее продавать менее наложить контакты то есть очень много нюансов связано с этим поэтому без словно приходится проходить полное обучение обучение проходит на ежедневной основе с подтверждением знаний закреплением вот таком плане понятно бонусная система существует ли у вас какая-то в компании обязательно обязательно существует бонусная система и в этом плане как раз таки мы развиваем и делаем уже расширение в плане определенных условий потому что рынок растет в наши возможности тоже растут понятно какие привилегии или мотивация для сотрудников по продукции определенного определенного завода то есть выставляется план продаж при достижении план продажа делается определенные почвения и если не секрет средняя зарплата какая у вас все-таки оставлю это в секретной части но могу сказать что сотрудники у нас работают у нас никто не уходит многие даже интересуются хотят прийти но пока набор закрыт в принципе мы упакованы в плане отделе проделопродаж все довольны все развиваются станислав мы в предыдущих роликах много говорили о казагроэксперте компании в целом и о той мотивационной части солидной мотивационной части на наш взгляд которая сейчас есть компании однако вопрос такой с какими проблемами вы сталкиваетесь при подборе кадров и когда подбираете для себя определенных сотрудников доброго дня ринат доброго дня зрители очень приятно что наша компания в поле зрения находится вашего youtube канала особых проблем мы не испытываем на данный момент так как мы с этой проблемой столкнулись еще три года назад и мы для себя ее решили методом построения отдела обучения то есть у нас есть методист работали уже методики есть технический эксперт у которого опыт работы в сельхозсфере более 30 лет есть другие специалисты до которых мы привлекаем допустим там из алматы прилетают где там и наших ребятам в основном обучение отправляем у нас запущена программа также вот прошлом году мы запустили мягкая адаптация жесткие заработки программа нацелена именно на то чтобы молодые ребята до из любой сферы даже может быть это студент и так далее но в основном почему-то это молодые ребята у нас приживаются которые динамично хотят развиваться быстрых результатов и они добиваются результатов уже буквально на второй на третий месяц ребята у нас получают и первоначальный взнос на автомобили и путевки получают тем они бонусы получают ну то есть стараемся делать так чтобы ребятам было максимально комфортно адаптироваться внутри компании то есть в чем заключается мягкая адаптация когда сотрудник приходит во первых проводим экскурсию полностью по компании затем проводим совместные обеды где знакомим со всеми представителями различных подразделений чтобы не уходило время на адаптацию да как в других бывает компаниях что три-четыре месяца человек только знакомится с представителями различных подразделений у нас это происходит сразу же в первую неделю знакомим по технической части по сельхозтехники и отправляем для закрепления на завод вот у меня вопрос я вообще нигде не видел чтобы такую программу применяли это чей-то опыт или вы сами это придумали это чей-то опыт который мы перенимаем просто из книжек а вот так куда немножко читаем бывает когда времени хватает и все просто применяем и вот именно нашей компании мы хотим показать что ребятам да из провинциального города так скажем реально много зарабатывать мы экономически очень выгодно расположены да как бы логистически в самом центре зерносеющего региона и ребята могут молодые прийти из другой сферы и сразу хорошо начать зарабатывать буквально на второй на третий месяц улучшить свой уровень жизни поэтому у нас именно вот лозунг такой у компании именно для и чар политики что будь успешным работая в компании казах эксперт вот уточняющий вопрос многие заморачиваются по стажу прям стаж 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 у вас в компании вы на это не смотрите хороший вопрос нам абсолютно без разницы какой стаж у человека мы даже наоборот приветствуем чтобы стажа не было то есть чтобы не было вот этих установок у человека из других компаний каких-то особенно там если там были какие-то старые подходы и так далее то есть у нас все очень динамично развивается компания там очень уже много отделов продаж мы представляем более 63 заводов на сегодня 64 на 64 вчера перечислили первый первый платеж и в связи с этим нам требуется много продавцов консультантов то есть казахстане наверное несколько тысяч продавцов в различных агрокомпаниях которые продают и у нас вот на сегодняшний день там 74 до вместе со стажирующимися это солидная доля ну так скажем что есть еще большие перспективы а вот если брать допустим результаты этой программы так называемой до взять ну к примеру декабрь 21 года и декабрь 22 года на конец прошлого года 21 года да у нас было 32 эксперты консультанта в этом году на конец года у нас 74 эксперты консультанта уже было в декабре то есть в рост почти в два раза более чем в два раза по обороту мы более чем два раза сделали по сотрудникам тоже более чем два раза то есть можно было бы конечно и лучше но пока что как-то так ну ничего это хороший результат если за год два раза однако вопрос такой вы буквально недавно мне показали ведомость зарплатную да можно расскажу извиняюсь мы специально публикуем ведомости у нас абсолютно белые прозрачные зарплаты мы это делаем для того чтобы люди могли у нас особенно молодые специалисты брать себе ипотеки улучшать свой уровень жизни соответственно автомобили себе брать у нас запущена программа именно по так скажем переводы из пешеходов в конницу мы так условно называем выдаем на автомобиле буквально на второй третий месяц если сотрудник толковый пришел старается то есть достигает определенных показателей они усредненные достаточно то мы уже приняли решение выделяем на первоначальный взнос миллион четыреста тысяч деньги можно посмотреть ведомость да конечно это получается за декабрь до 2022 года я правильно понял да вот за декабрь месяц 2022 года у нас специальная система оплаты труда составлена так что окладная часть небольшая так как это продажи в основном там у начальников отделов вот там 250 тысяч на руки то есть 300 чем-то с налогами 250 это средняя зарплата стране по идее получать у нас это просто у начальников отделов это просто базовая базовый оклад грубо говоря который он получит гарантирован сверху он получает процент от от продаж своего отдела соответственно ну вот как видим начальники отдела вот есть который выиграл конкурс он получил и 2 миллиона и и вот миллион триста у него бонусы и оклад 180 получать в декабре полтора миллиона человек получил получается вместе с конкурсом это вот еще призы дополнительной мотивации он получил три четыреста восемьдесят шесть сто восемь почти 4 миллиона получил на руки это плюс еще налоги заплатились там они по моему что-то около 30 процентов налоги или 30 чем-то то есть где-то 4 4 чем-то миллиона да то есть у нас было принято решение что выплачивать большие бонусы чтобы человек понимал ради чего он трудится старался улучшал свой уровень жизни то есть бонусы всем выплачиваются и систему у нас вся прозрачная можем кстати показать давайте этот список покажем а потом еще мы можем показать коротко систему учета да мы приветствуем соревновательный дух внутри компании а вот смотрите мне еще вопрос созрел сразу коль я это вижу вот мотивационная и получается процентная часть которая выплачивается она выплачивается какую периодичность ежемесячно выплачивается то есть и это и это каждый месяц то есть зарплата окладная часть получается 10 числа выдается уже премиальная часть она до 25 числа то есть 24 25 числа обычно просто во многих компаниях эти бонусы выплачиваются в конце года или там квартал или месяц у вас это ежемесячно обязательно почему так сделано мы анализировали прежде чем вводить эту систему годовой бонус это слишком долгий период когда компания пытается привязать сотрудника на год чтобы он никуда не ушел и так далее мы же делаем так что сотрудник должен чувствовать каждый месяц результат своей работы и он должен как стать сам мотивировать себя и все больше и больше стремиться к прогрессу то есть мы не переживаем что от нас уйдет сотрудник потому что все выплачивается в компании все хорошо то есть вот у нас такая система можно вот еще вниз прокрутить там по моему есть итоговые данные вот видим ребята допустим которые приходят новички это специалисты да потому что могут возникнуть вопросы почему там девяносто тысяч семьдесят тысяч сто допустим вот человек приходит когда устраивается у него сто пятьдесят тысяч окладная часть первые три месяца во время адаптации и вот допустим он посещал там какое-то количество дней поэтому у него такие небольшие в общем же со всеми мотивациями то есть вот окладная часть бонусная часть это вместе они сложены далее идет дополнительные мотивации то есть то что выдано на автомобиле на путевке и за конкурсы и того 53 миллиона выдали в декабре можем разделить даже сейчас это количество до 53 миллиона 609 тысяч 226 разделить на 74 сотрудника и того получим там средний оклад да так сейчас надо калькулятор взять 724 тысячи 500 где-то так 724 тысячи 500 гроба не если да ну поставим знак примерно ну вот это то что было выдано по факту естественно что у кого-то 2 миллиона у кого-то 300 400 тысяч у кого-то 800 но тут у нас приветствуется принцип именно кто каких результатов добился тот столько и получил вот еще один пример на примере сельского хозяйства мы говорим много что действительно самые хорошие заработки в сельском хозяйстве это главная цель этого видео и вот пожалуйста на примере казагра эксперта 724 тысячи 500 тенге средняя зарплата при среднегодовой если не ошибаюсь я среднегодовая зарплата средняя зарплата в казахстане около 200 там 50 по-моему если не ошибаюсь 250 тысяч вот вам и пожалуйста что нам нужно выбирать первую очередь у меня еще один такой вопрос декабрь это не самый хлебный месяц насколько я знаю да эта сумма может увеличить отличный вопрос многие новички да когда приходят они тоже задаются этим вопросом что бизнес сезонный и значит где-то будут голодать и так далее там где-то не до заработают еще что-то но у нас как раз таки именно спектр настолько широкие техники что мы закрываем все сезоны то есть у нас идет с допустим августа месяца это идет зерноочистка зернопереброска комбайны и жадки все что нужно для уборки далее уже идет подготовка к следующему сезону на пассивную то есть после пассивной уже покупают все на заготовку то что там летние позиции такие там косилки грабли и так далее и уже все сезоны мы грубо говоря закрываем вот это вот сумма грубо говоря станислав вот эта сумма она насколько увеличивался теоретически может пока что я думаю вот эта сумма она была у нас наибольшие выплаты за месяц как бы я говорю честно как она есть что вот в декабре мы активно раздавали ребятам и и путевки и вот вывезли кстати 38 человек мы считали то есть компания поспособствовать тому чтобы вывести за рубеж именно на отдых заграничный до теплом море чтобы люди получили витамин d покушали фруктиков и были уже да и были подготовлены уже к напряженному сезону потому что профессия эксперт-консультант она связана с такими стрессовыми ситуациями хотелось бы еще с акцентировать внимание на вот кстати на данный момент совершил сделку подскажите потом алишер да или копеев алмат копеев алмат вот кстати новенький сотрудник видно фамилии имена сотрудников столбики означают суммы на которые они продали в миллионах и вот рейтинг справа лучшие пятеро за месяц лучшие за год сотрудники и здесь уже идет соревнования между отделами да вот эта шкала то есть у нас необычная компания у нас на данный момент уже 10 отделов продаж в свое время три года назад мы когда создавали второй отдел продаж это для ребят было таким так скажем необычным явлением там чуть ли не забастовка у нас было вот тогда у нас произошла реорганизация и мы начали активную фазу роста то есть человек вот сидит досмотрит вот каждый человек пожалуйста вот сейчас списочек вышел видеть себя на мониторе пожалуйста то есть какое место он на сегодняшний день занимает здесь план продаж установлен и вот все стремятся к выполнению общего плана под рука это людей мотивирует большинство людей которые осознанно конечно они мотивируются им очень интересно участвовать в этих соревнованиях потому что они чувствуют это на себе и финансово и в целом интересно да для них эта работа то есть приходя в казакры эксперт человек получает не просто работу с доходом каким-то лишь бы там отсидеться и так далее день прошел а именно интересную работу ребята у нас еще выбирать какие-то любимые позиции для себя сельхоз техники которая их больше всего до мотивирует ребята находят для себя здесь друзей общения то есть в коллективе довольно теплая обстановка ребята все хорошо друг другом общаются и вот вспомогательные подразделения у нас также получают теперь то есть они завязаны тоже все на общий результат то есть компании полностью работает система взаимоподдержки друг друга не у это разных подразделений то есть у нас нет такого что то очень прикольно я сейчас вот наблюдал за экраном мы разговариваем здесь минуты 3 до уже две сделки совершенно сейчас после обеда время и начинают заходить уже деньги за оплаты за выставленные счета договора вас как продал деньги пришли и здесь только сделка считается легализованы здесь зашла зашел факт оплаты да это хорошо теперь нужно совершить поставку нашему аграрию должен выехать сервис то есть то чем мы отличаемся до других компаний то что у нас есть манипуляторы свои которые доставляют эту технику у нас есть свой сервис который эту технику соберет мы кстати сервис хотели переименовать может быть впусконаладочную потому что у нас в основном они занимаются пусконаладкой это 99 процентов случаев вот наличием запчастей широким ассортиментом но наша компания именно маркетингом да много всего новинок мы вводим на рынок и аграриям это нравится горит то есть и мероприятие мы здесь проводили летом массовый для аграриев у нас больше четырех тысяч клиентов которые у нас в 1с и вот они постоянно уже с нами работают выбирают нашу компанию они знают что в казакрыс надежно казакры эксперт всегда держит свое слово то есть и уже даже не еще других поставщиков база постоянно расширяется пополняется и также и по сотрудникам да если три года назад у нас была реорганизация были моменты когда сотрудники которые были не согласны с условиями их допустим они сделали свой выбор уйти и на сегодняшний день от нас уже никто не уходит все набор только стремятся попасть но это компания должна была наверно пройти этот этап какой-то да да согласен мы пережили интересные этапы и мы благодарны тем людям которые допустим были на определенный момент и в каком-то роде дамы наверное благодаря им где-то и выросли тоже то есть делаем выводы и растем связи с тем что сейчас наша компания взяла курс так скажем на развитие на расширение штата сотрудников у нас есть много вакансий сейчас какие условия труда у нас на сегодня это стабильный оклад и бонусная система например для менеджеров по продажам также у нас изменила система оплаты труда для инженеров она очень для них сейчас выгодная да оплачивается у нас переработки выход выходные дни в праздничные дни вот по стандартам так скажем трудового законодательства у нас все оплачивается сразу вопрос средняя зарплата но если не в цифрах то ниже или выше среднего по казахстану или по акмольской области я с уверенностью могу сказать что заработная оплата у нас выше выше среднего даже для начинающих специалистов у нас конечно идет градация мы смотрим человек пришел или со студенческой скаме или уже со своим опытом со своим багажом да там уже речь идет совсем о других окладах а другой заработной плате естественно выше сколько у вас ваши допустим те же менеджеры по продажам получают бонусов процентами соотношений эту информацию я не могу озвучить это является коммерческой тайны но много очень много очень хорошо я просто по сотрудникам смотрю сужу я и чар за этим наблюдаю ребята покупают квартиры обновляют автомобили за счет бонусов какие сейчас проблемы когда под вы осуществляете подбор кадров у меня одна единственная проблема заключается в том что наш головной офис находится в канаде да у нас коммуникация идет с нашими учредителями на английском языке и трудность заключается именно в подборе в найме сотрудников со знанием английского языка в основном носители языка английского это преподаватели или переводчики но они не логисты интер не инженеры поэтому вот в этом плане а нам нужен и логист со знаниями английского языка и например инженеры знающие хотя бы азы и основы ну грубо говоря тяжело подобрать кадры в нашем регионе именно вот такую узкого специалисты да есть есть проблемы с этим подбор узких специалистов именно с сознанием английского языка вот только в этом у нас у меня по крайней мере небольшая сложность у вас есть возможность обучать людей у допустим вы говорили о том что невозможно найти специалиста со знанием английского языка того же сервисного инженера но если взять пример у учителя английского языка возможно Можно ли у вас здесь в компании переобучить его? Да, зачастую так и получается, что мы принимаем на работу тех же учителей английского языка, переводчиков и обучаем также и на логиста, и на инженера, и на офис-менеджера. Да, есть такая возможность, конечно, люди получают новую специальность. Большим плюсом нашей компании является то, что мы рассматриваем специалистов молодых без опыта работы. Вот парень закончил сельхозинститут по специальности транспортная технология или машиностроение, да, и все же компании, конечно, хотят взять с опытом работы, часто не рассматривают молодых специалистов. Мы открыты, мы открыты к беседам с молодыми специалистами, потому что у нас есть на нашей базе, в нашей компании, в этом здании есть большой учебный центр, у нас оснащен всем необходимым, и мы готовы принять на работу молодых специалистов, обучить уже как бы на практике. У них теория есть, у нас они получают практику. Наша компания, прежде всего, предоставляет постоянному своему коллективу рабочий автомобиль, который находится в личном пользовании под материальную ответственность. Вот, мы на этих автомобилях можем спокойно передвигаться по городу, мы можем решать рабочие, прежде всего, моменты какие-то по условиям. То есть, нам предоставляется обязательно корпоративная связь, нам предоставляются технические какие-то средства для того, чтобы мы могли проводить работу свою комфортно. Рабочий день? Рабочий день с 9 до 6, 5-дневная рабочая неделя у нас, выходные, праздничные дни мы отдыхаем, вот, то есть, в этом плане проблем никаких. Есть ли проблемы, когда в компанию приходят, ну, кадры, и есть ли проблемы по набору кадров? Ну, прежде всего, проблема, я так думаю, в менталитете нашего народа. То есть, в целом, нет проблемы обучить нового человека, то есть, дать ему понимание об агросфере в целом, о нашей компании, о нашей технике. Прежде всего, требования к человеку, который придет в нашу компанию, новому человеку, да, это желание работать, желание что-то новое изучить для себя, потому что эта сфера, она очень обширная, объемная, и тут нужно понимание как каких-то технических частей, так и агрономических и так далее. То есть, прежде всего, конечно, желание. Какая средняя зарплата? Ну, если не секрет, конечно. Я думаю, что не совсем, как бы, хорошо рассказывает, там, такие моменты, да, корпоративные. Но могу уверенно сказать, что у людей, которые, скажем так, стремятся, работают постоянно, то у них выше среднего зарплаты выходит, конечно. В компании есть бонусная система и какие-нибудь мотивационные дела? Ну, обязательно. То есть, это очень распространенная система оплаты в целом, вот в нашей сфере, да. То есть, большинство компаний работают, есть какая-то окладная часть, есть бонусная часть. Бонусная часть – это та часть, которая зависит от вложений труда, собственно, менеджера, да. То есть, чем больше человек работает, чем больше человек общается, ищет какие-то подходы клиентам и так далее, и так далее, тем выше у него получается бонусная часть. Сама окладная часть у нас, как бы, фиксированная из месяца в месяц. Есть 13-я зарплата, вот. Есть у нас, скажем так, система поощрений, если человек, допустим, принимает участие в сборках и так далее. Но это исключение в том плане, что в какие-то, конечно, запальные, скажем так, месяца, моменты, сезоны, ну, соответственно, мы тоже, в том числе, не чураемся таких, как бы, работ. Мы принимаем участие, общаемся с клиентом, принимаем участие в сборке. То есть, я считаю, что это очень хорошо, потому что, в том числе, это повышает и нашу собственную квалификацию. То есть, мы уже человеку можем конкретно сказать, какой узел, как устроен, как он собирается, как он работает и так далее, и так далее. То есть, это очень хорошо, я думаю. Наталья Васильевна, главный вопрос, который я задаю всем абсолютно, это, в первую очередь, какие проблемы существуют у компании Евразия Групп при подборе или наборе кадров, кадрового потенциала? Проблемы на самом деле существуют. Одна из проблем – это отсутствие высококвалифицированных специалистов по отраслям, нет реферального опыта. Также слабая подготовка агровузов и колледжей, которые не соответствуют требованиям бизнеса, современного бизнеса. Это узкая воронка поиска кандидатов. Молодые специалисты не мотивированы на поступательное построение карьеры. То есть, я хочу сразу, все и сразу. И ожидаемый уровень заработной платы, он не соответствует квалификации специалистов. И, наверное, самое печальное, то, что есть на сегодняшний день, это слабая популярность агропрофессии. Низкая популярность агропрофессии. Не кажется ли вам, что наступило такое время, когда уже наша агросфера так развита, сильно развита, что нужно отдельно какой-то вуз делать в нашем регионе, в Акмолинской области конкретно, который бы готовил этих специалистов не только в сфере продаж, потому что нам многие жалуются, что нет элементарных продажников, но и сервисных инженеров. Однозначно. Однозначно. И к этому, скорее всего, в скором времени мы придем. А если будет такая инициатива со стороны людей, которые занимаются именно агробизнесом, вы ее поддержите? Однозначно. 100%? Да. Хорошо. Потому что мы сотрудничаем, извиняюсь, мы сотрудничаем со многими вузами, колледжами, мы сотрудничаем, у нас подписаны меморандумы о сотрудничестве, о дуальном обучении, то есть проходит здесь практику. Есть практика такая, что студенты остаются у нас потом в последующем на трудоустройстве. Еще такой момент. Уже поговорим про Евразия Групп непосредственно. Какие здесь у вас условия труда есть? Евразия Групп Казахстан является одной из самых крупных и градообразующих компаний в Акмолинской области. На сегодняшний день в штат более 200 сотрудников. Найм до сих пор продолжается. И мы, конечно же, соблюдаем нормы трудового законодательства. Одной из задач является предоставление комфортных условий для наших сотрудников. У нас 8-часовой рабочий день. Начало в 8.45, окончание в 17.45. Мы стараемся обеспечить сотрудников всем необходимым. Это и мобильный телефон, это планшеты, ноутбуки, спецодежда, это предоставление служебного авто. У нас есть автобус для развозки сотрудников с утра на работу и вечером с работы. Поэтому мы стараемся предоставить все условия для комфортного пребывания в офисе. Бонусная система? Бонусная система есть. Она работает в коммерческом департаменте, непосредственно в отделе продаж. Выплата бонусов зависит, конечно же, от выполнения плана продаж и тех задач, которые стоят перед сотрудниками, и системой KPI. Если говорить о проценте, если это не секрет. Не могу сказать. Секрет, да? Все понятно. Есть ли какие-то у ваших сотрудников привилегии или мотивации какую-то проводят для сотрудников? В компании разработана целая система мотиваций для сотрудников. Но система поощрения тех сотрудников, кто готов на долговременное сотрудничество с компанией. То есть у нас есть выплата премии за выслугу лет. Это 5, 10, 15 и выше. У нас есть программа по субсидированию процентной ставки по кредиту. У нас есть собственный пенсионный фонд за счет активов компании. Это для всех сотрудников. Также мы проводим на постоянной основе обучение наших сотрудников, повышение квалификации у лучших бизнес-тренеров и каучей Казахстана. Средняя заработная плата. Я понимаю, что это секретная информация. Многие, у кого мы спрашивали, так и сказали. Это секретная информация. Просто скажите, выше среднего, ниже среднего? Нет, я вам назову. Давайте. Если брать сервисный центр, то средняя заработная плата это около 400 тысяч тенге. Если мы берем среднюю заработную плату по Казахстану, около полумиллиона тенге. Какое хотелось бы сделать вывод из всего услышанного. 100% в агросфере заработки намного больше, чем в других сферах, которые мы, допустим, до этого изучали. Но надо понимать, что нужно иметь определенную спецификацию, квалификацию, ну и, естественно, обладать какой-то определенной профессией, чтобы успешно работать в представленных нами компаниях. Еще в начале нулевых годов Кахшитау был определен как один из самых главных агроцентров нашей страны. Это связано с тем, что Кахшитау очень удобно географически расположен и с этой точки можно в любую точку страны отправить какой-нибудь груз, либо какой-нибудь агрегат, либо вообще что-то продавать и отправлять. Логистическая схема здесь отлаженная и поэтому в Кахшитау находится очень много агрокомпаний. И молодому поколению, которые заканчивают обучаться в школе и определяются сейчас профессиями и хотят остаться здесь, в нашем регионе, нужно учитывать этот факт. И агросфера, и агробизнес, кстати, готовы впитывать в себя новые кадры и человеческий ресурс. И вакансий хватает. К сожалению, я наблюдаю такую тенденцию, что учебные заведения, будто вузы, государственные, частные, либо колледжи, не понимают этот потенциал и не готовят нужные кадры. Поэтому сложился небольшой вот такой вот голод в агросфере. Подозреваю я, что там продолжают готовить юристов, экономистов и так далее. Хотя нам сейчас в агросфере конкретно нужны и менеджеры по продажам, и управленцы, и сервисные инженеры. Там вообще требуется очень много инженеров различных специальностей. Мне вообще кажется, что в нашем регионе должно уже появиться такое учебное заведение, которое готовило бы кадров специально для вот таких вот компаний. Либо переквалифицировать какой-нибудь факультет уже на базе действующего вуза, либо ТИПО. И самое главное, чтобы это учебное заведение на постоянной основе имело связь с этими агрофирмами и агроформированиями. К сожалению, сейчас такого нет. А еще я бы посоветовал молодежи и тем людям, которые хотят, допустим, переучиться, освоить новую специальность, все-таки планировать, если вы хотите остаться в нашем регионе, связать свою жизнь именно с агросферой. Потому что здесь больше потенциал вырасти как специалистам и, в принципе, самореализоваться. Тем более в этом видео мы показали вам ряд очень успешных компаний, которые продолжают расти, и им постоянно нужны новые кадры. Опять же, что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Нам очень важно знать ваше мнение. С вами был Ринат Глямов, как в Штал Тудей, говорим интересно о важном. Всего хорошего.